Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Спасибо, что пришли! Спасибо, что смотрите дизель-шоу! Друзья, вы наверняка уже в курсе, что недавно наша Яна Викторовна Глушенко стала мамой, а до этого она еще и забеременела, и мы решили в избежание таких непредвиденных ситуаций заключить со всеми актерами дизель-шоу эксклюзивные контракты. Добрый вечер! Добрый вечер, Украина! Егор, что вот это такое? Это твой личный контракт. Это я понял. Почему у меня в пункте 5.2 написано, что мне запрещается выпивать перед концертом, а в пункте 5.3, что я должен быть на сцене веселым и радостным? Это два несовместимых пункта! Заш, ну нельзя тебе пить. Почему? Ну потому что ты напьешься, забеременеешь где-нибудь. Как Яна! Причем тут Яна? Яна по любви, а ты просто так можешь забеременеть. Или выпьешь, пойдешь к Марине. Ну да. А потом все с самого начала. Мы уже это уже проходили. Все. Ну что, нельзя было в контракте написать просто. Нельзя беременеть. Саш, тебе просто нельзя пить и все. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Егор, тут, наверное, какая-то ошибка. Я почитал, написано, что мне нельзя ходить на свидание с женщинами. О, да, кстати, это реально ошибка. Он же встречается с женщинами, у которых уже давно есть дети, которым за 20, а у некоторых даже есть внуки. Олег, ну что ты не понимаешь? Ты на свидание можешь выпить лишнего. Ну и потом, оп, и все. Снова молодой отец. Егор, я могу просто не пить? Ты можешь не пить? Да. Ребята, все, отлично! Каждый может заниматься своим любимым делом. Подождите, нет, я так не пойду. Добрый вечер, Украина! О-о-о-о! Слушай, Вика. Что? Я хоть сегодня и не пил, но могу сказать тебе, ты такая, ничего. Ничего? Это то, что сейчас на мне. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Скажи, а я по контракту долго должна вот в этом ходить? Да, да, потому что, так как Яна сейчас в декрете, для мужской аудитории канала нужен секс-символ, понимаешь? А, так я это? Секс-символ дизель-шоу? Ну, скорее, символический секс. Саша! И вот эти что, в отместку вам возьму и забеременеть. И буду, как Яна, лежать в декрете. У меня на груди будет лежать ребеночек и улыбаться. Вик, ну тут реально надо что-то делать. Соскользнет ребенок. Саша! Привет, Люни! Ого! Привет, Жека! Жека! Егор, ты-то мне и нужен. Что? Скажи, у всех одинаковые условия в контракте? Ну, плюс-минус. А тебя что-то не устраивает? Меня не устраивает полным-полно тут странностей в моем контракте. Например, первая и основная. Почему мой контракт на китайском? Я его пока перевел, у меня еще больше вопросов появилось. Например, почему нельзя самому разбирать изделие? И почему в контракте меня называют изделием? Что такое гарантийный ремонт? И зачем меня стирать при 40 градусах? Что это такое? Это инструкция для стиральной машины. Ну и у всех такое или только мне повезло? Нет, Жека, тебе реально повезло. Мне пункт про 40 градусов вообще вычеркнули. Жень, найди свой реальный контракт. Иди, 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 иди. Добрый вечер! Добрый вечер, господа! Магина, красота! Да. Ну, а вас все устраивает в контракте? Да, меня устраивает почти все, кроме пункта 2. Пункт 2. А, да. Ну, а что вы хотите? Вы теперь звезда. И теперь вам нужно следить за своей фигурой. Ну да, потому что Егорчик он за фигурой не уследил. Его фигура ночью съела два торта. Саша! Да нет же, Егорчик, написано во втором пункте, что мне нельзя худеть, представляешь? Все правильно. Потому что зритель тебя любит именно такой, правда? Спасибо огромное. Спасибо огромное. Ты понимаешь, но если Вика заменяет Яну, то и я смогу примерить на себя образ миниатюрной девочки. Ну, Марин, я боюсь, что на тебе образ миниатюрной девочки просто треснет. Саня! Саня, а ты по контракту застрахован? Да. Егорушка, вызывай страховую, страховой случай на старшку. Марина. Спокойно. Спокойно, спокойно. Привет, Украина! О! Евгений! Егор, странный пункт здесь. Почему мне по контракту запрещено заикаться, а в случае нарушения штрафа... С-с-с-с-с-с-сто... Да-да-да, твою ж мать! Жень, ну все, уже подписал, так подписал. Ну... Что сделаешь? С-с-с-с-с-с-с-с... Супер, блин! А вот еще один пункт, очень странный. Ну, коли вже ця пудлюка почне розмовляти украинською мовою. А ты где это увидел вообще? Ну как, где? Вот. А, слушай, а ты давно так тщательно проверяешь контракты? Ну, с тех пор, как в Украине ипотеку взял. Взял в Украине ипотеку? Да. Жень, ну, тебе нужнее. Егор, спасибо, ты настоящий д-д-д-д-д-да. Да ну тебя! Егор, ну давай отменим эти дуракские контракты. Слушайте, действительно, это прям какой-то они контракт. Я понимаю, почему, почему Яна забеременела, а мы все мучаемся. Вот, Янка виновата. А почему это сразу все из-за Янки? Ваши аплодисменты, Яна Глушенко, прямиком из декрета. Отлично выглядишь, Яна. Спасибо, я знаю. Ну все, Вик, можешь идти уже обратно в детское переодеваться. Да, мой образ миниатюрной девочки накрылся тоже медным тазом. Янка, ну что тебе дома не сидится? Ты по контракту можешь два месяца в этом декрете сидеть. Да потому что за это короткое время я поняла, что совершенно не могу жить без самого доброго, уютного, родного, нашего ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok